Память русского златоуста И воодушевленно отпраздновать 20-летие возрождения Туровской епархии Одной из старейших в православии Сюда в этот гостеприимный город съезжается в буквальном смысле едва ли не вся православная Беларусь Центральным событием становится праздничная божественная литургия Которая по установившейся с 2005 года традиции Совершается в фундаментах древнего собора Туровских епископов Который был построен в 12 веке и разрушен землетрясением Божественную литургию по давней традиции возглавляет Высокопреосвященнейший Филарет, митрополит Минский-Слуцкий Патриарший экзарх все Беларуси В сослужении сонмархии Рейф из Беларуси, России и Украины При участии многочисленного священства и паломников из различных регионов Древней Руси Также по окончании божественной литургии После традиционного возложения цветов к памятнику святителю Кириллу Туровскому Высокопреосвященнейший Филарет, митрополит Минский-Слуцкий, патриарший экзарх все Беларуси Совершает закладку фундамента колокольни строящегося комплекса кафедрального собора В честь святителей Кирилла и Лаврентия Туровских Предполагается, что согласно статусу города, поистине исторически оправдавшего название одной из колыбелей белорусского православия Здесь будет построен по-настоящему серьезный духовно ориентированный комплекс В 2012 году мы с вами в Туровской епархии отмечаем юбилей 20-летия возрождения Туровской епархии Но эта историческая дата очень маленькая по сравнению с той огромной датой, которую уже праздновала Туровская епархия Официально в 2005 году Туровская епархия отпраздновала свое тысячелетие И вот когда князь Владимир, равноапостольник, крестил киевлян В скором времени христианство, православие начало появляться и на языческих землях Туровского княжества И вот в скорости возникла необходимость создания новой епархии Надо сказать, что Туровская епархия является одной из древнейших епископских кафедр Восточной Европы Наравне с Киевской, Полоцкой, Новгородской, Черниговской И была основана самим равноапостольным князем Владимиром Святым в 1005 году В нынешнем же 2012 году торжества в древнем Турове носят более чем символический характер Решением Святого Синода Русской Православной Церкви в 1992 году После десятилетий гонений на Церковь Христову была возрождена древняя Туровская епархия Сегодня она занимает территорию 10 районов Гомельской области За последние 20 лет проделана огромная работа по восстановлению и возрождению Духовного и историко-культурного наследия Туровской епархии и всего южно-восточного полесья Белой Руси Количество возрожденных храмов и приходов увеличилось более чем в 10 раз С 7 до 85 11 мая 2010 года по благословению Святейшего Патриарха Московской в Сеярусе Кирилла Начато строительство Кафедрального собора святителей Кирилла и Лаврентия Туровских Напомним, древний собор был разрушен в XIII веке Полным ходом идут реставрационные работы, призванные вернуть былое благолепие и величие древним святыням В Свято-Михайловском кафедральном соборе города Мозыря и Свято-Рождество Богородичном мужском монастыре В деревне Юровичи Калинковического района, являющимся памятником архитектуры XVIII века